Почти половина антисептиков на прилавках нашей страны бесполезны в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил советник директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов. По его информации, 40% средств не могут использоваться для тех целей, которые указаны в инструкциях по их применению. Давайте же разберемся, как выбрать правильный антисептик для рук. В первую очередь, посмотрите, какие организмы убивают средства. Если вы выбрали раствор или спрей с антибактериальным действием, то против ковида, РВИ, гриппа они могут быть бесполезны. Ученые не изучали действия таких препаратов на вирусы. Поэтому выбирайте средства широкого спектра действия, которые убивают и бактерии, и вирусы. В составе такого антисептика должно быть от 60 до 80% этилового или изопропилового спирта. Об этом говорит Роспотребнадзор. Всемирная организация здравоохранения уточняет эти цифры и говорит об эффективности растворов с содержанием 80% этилового спирта или 75% изопропилового. Также ВОЗ говорит об использовании в составе перекиси водорода, но ее должно быть примерно 1,5% от общего количества вещества. И, конечно же, лучше выбрать антисептик, в котором будет содержаться глицерин. Он смягчает кожу. А вот будет ли антисептик в виде спрея, геля или просто раствора – неважно. Главное – правильно его использовать. Если вы просто распылите средство на ладони или потрете его между рук в течение 5 секунд, то вирус вряд ли убьете. Для этого понадобится минимум полминуты. Причем обрабатывать нужно и кончики пальцев, и кожу между ними. Некоторые производители рекомендуют и вовсе проводить эту процедуру трижды и не менее двух минут. Дозировку вы тоже можете посмотреть на упаковке. Ну и в завершении Роспотребнадзор отмечает. Кожные антисептики следует применять, когда нет возможности помыть руки с мылом в проточной воде. Этот способ является самым эффективным и недорогим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин